Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Церковь и общество» и я, ее ведущий, Александр Ворсин. Сегодня завершим разговор о десяти заповедях Моисея. Наш гость, управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Владыка, добрый вечер. Здравствуйте. Владыка, десятая заповедь гласит, «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Если абстрагироваться от таких архаичных понятий, как вол, осел, раб, то смысл заповеди сводится к тому, что, дескать, не завидуй. То есть это уже область сердечных желаний. По сравнению с предыдущими заповедями, «Не кради, не убей, не прелюбодействуй», где запрещается греховное действие, здесь пресекаются даже желания, даже внутренние движения человеческой души. Не слишком ли это мелко для основного нравственного закона? Господь наш Иисус Христос говорит, «Верный в малом и во многом верен, неверный в малом, неверен и во многом». По слушанию Богу нет ничего мелкого и второстепенного. Вспомним хотя бы начало нашей человеческой истории, когда человек, как в вине створения, владел всем, что Господь создал на этой земле. Но Господь дал ему только одну, казалось бы, незначительную заповедь — «не вкушать плода от одного дерева». И вот это непослушание одной маленькой заповеди привело к тому, что всё человечество стало тленным и смертным. К тому же Десятая заповедь не просто запрещает желания как таковое, потому что в обычном желании нет ничего предсудительного. Если мы глубоко вникнем в слова, мы поймём, что Господь заповедует. «Не пожелай жены ближнего твоего, не пожелай дому ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни что есть у ближнего твоего». Из этих слов мы видим, что здесь Господь не запрещает желания как таковое. Речь идёт о зависти. Зависти, которая базируется изначально на недовольстве своим состоянием, своим положением, которые потом имеют следствие пожелать то, что есть у ближнего твоего. Святитель Николай Сербский так и пишет. Зависть является корнем всех грехов. Сначала человек просто позавидует, а потом эта зависть уже оформляется в конкретном пожелании того, что есть у ближнего. Поэтому в заповедях Божьих нет ничего такого мелкого, потому что любое нарушение заповеди — это определённая преграда между человеком и Богом. И к тому же мы всегда должны иметь в виду, что любой грех не автономен, он всегда цепляет другой грех. Человек постепенно поглощается в такую греховную жизнь. Зависть — чувство однозначно негативное, с этим не поспоришь. Но если в нём поискать оттенки, то в нём можно найти некую ревность. И вот человек уже переступают через зависть, и ему не нужен волк, как у соседа, ему нужен трактор, и он будет к этому стремиться, ему не нужна лачуга, как у соседа. Он захочет себе дом и пол с подогревом. То есть, может быть, здесь всё-таки скрывается чувство, которое может оказаться мотивом для прогресса. Неужели это плохая мотивация? Православная церковь, конечно, не запрещает человеку улучшать свои материальные бытовые условия. Другой вопрос — что является мотивацией таких движений? Если речь идёт просто об улучшении, то это, конечно, всё правильно, потому что человек всегда стремится к чему-то лучшему. Но если улучшение базируется на желании во что бы то ни стало сделать лучше, чем у соседа, то это уже другая мотивация. Мотивация, которая основывается на негативных человеческих качествах, на тщеславии, гордынии и тому подобное. И в результате, конечно, человек постепенно поглощается в таком круговороте к непонятным и, на самом деле, не приводящим к должным, к какому-то последствиям действиям. Что касается прогресса, то есть намного серьёзнее всё. Я бы вспомнил слова одного выдающегося православного богослова, который говорил, что подлинный, настоящий прогресс имеет место только тогда, когда человек трудится не для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, чего-то достигнуть, а если он ставит целью служение человеку и улучшить состояние общее, то это будет настоящим прогрессом. А если человек движется, исходя из своих человеческих страстишек, то в конечном результате такой прогресс обречён на провал. И это нам нужно всегда иметь в виду в нашей деятельности, потому что мы должны делать, конечно, всё для блага своих ближних, но никак не повредить своей душе, потому что мы понимаем, что наибольшая ценность в этом мире — это человеческая душа. Получается, что в основе любого действия всегда лежит мотивация. И сейчас, когда мы рассматриваем десятую заповедь, она вроде как последняя, если диколог перевернуть как пирамидку, то эта заповедь, по идее, должна быть первой, потому что только приступив её, человек переходит к нарушению остальных девяти заповедей. Заповеди Божьи, мы об этом уже говорили, изначально они регламентируют взаимоотношения человека с Богом и человека с ближним. Причём каждая отдельная заповедь, она самоценна. То есть нельзя говорить, что в такой последовательности есть какие-то более незначительные заповеди, какая-то заповедь большая. Каждая заповедь, она имеет особую ценность. Можно сравнить, наверное, с обычным домом. Дом стоит на фундаменте. Фундамент крепит, когда все камешки занимают своё место, они вот в такой тесности, в связке такой. Но если мы начнём выдёргивать по отдельности какой-то камушек, то в результате обрушим весь дом. И поэтому, когда мы говорим о необходимости и соблюдении заповедей, то мы должны стараться, стремиться исполнять все заповеди Божии. Каждая заповедь важна для человеческого спасения, потому что нарушитель хотя бы одной заповеди является нарушителем всего закона, как об этом говорится от апостола Якова. Объяснение заповедей можно найти в открытых источниках. И грехом против десятой заповеди, в том числе, считается страстное желание повышения по службе, желание наград или материальных благ. И в то же время апостол Павел утверждает, если кто епископства желает, доброго дела желает. Тут противоречия налицо. Как вы его объясните? Здесь формальные противоречия, но если мы дадимся к анализу того, что говорит апостол Павел в своём послании к Тимофею, мы поймём, что речь идёт о служении как таковом. Потому что, с одной стороны, стремиться к реализации своих способностей — это вообще-то нормальное состояние каждого человека. Другое дело, как мы уже говорили только что, что является причиной этой мотивации, что является самой мотивацией. Если человек стремится к власти, к какой-то должности только для того, чтобы иметь под собой подчинённых, или кто-то, может быть, болеет страстью словолюбия, для того, чтобы внутренне превозноситься, и это превозношение потом передавать другим людям, то это один вариант. И несчастен тот человек, который стремится к чего-то достигнуть в этой жизни только для того, чтобы кому-то доказать или как-то подпитать свои страсти. Но есть и другой подход. Если человек стремится к деятельности, чтобы таким образом себя реализовать и помочь другим, то это совсем другой выход плодов, тех плодов, которые ожидает от человека сам Господь. Если мы возьмём конкретно текст апостольский об желании епископского служения, то здесь нужно иметь в виду, что апостол убеждает своего ученика к тому, что перед ним открываются очень сложные служения, жертвенные служения. И кто желает быть жертвой ради спасения людей, то он доброго дела желает. Именно так толкуют эти слова святые отцы. Вот, к примеру, если мы возьмём святителя Феофана Затворника, он пишет, «Желание епископства — это стремление к исполнению епископского дела. А в чём состоит это дело? В просвещении истиной, в исправлении нравов, в утешении скорбных, в помощи немощным. И кто на такое служение готов и стремится к нему, тот поистинно доброго дела желает». Кроме того, ведь мы должны иметь в виду, что когда апостол Павел писал о своём послании ученику, это было время, ну скажем, незавидное для христианской жизни. Христианская церковь только начиналась. Но такие периоды гонений, они периодически имеют место в нашей христианской истории. Поэтому послужить Богу, быть преемником апостольского служения, вопреки подчас такому устремлению, по которому идёт этот мир, это действительно стоит очень многого. И это очень доброе желание такого человека, который готов всю свою жизнь отдать на служение Богу и народу Божьему. Завершая разговор о Десятой Заповеди, мы подводим черту не только под дикологом, но и вообще под беседой о Божественном Законе вообще. Скажите, зачем эти законы были не просто созданы, а именно сформулированы? Не есть ли это формализация закона как такового? Когда мы говорим о заповедях Божьих, то мы всегда должны иметь в виду источники этих заповедей. Господь Творец даёт эти заповеди и даёт для конкретной цели. Мы должны вернуться в своё первозданное состояние. И заповеди Божьи как раз и являются этой дорогой для того, чтобы мы не просто сохраняли образ Божий, а устремлялись к богоподобию. Говоря уже крестьянским, богословским языком, человек создан для обожжения. И через послушание воли Божьей мы достигаем той благодати, которая помогает нам возродиться и стать новым Адамом. Преподобный Симеон Новый Богослов наставляет «сохраняй заповеди» или, точнее, говорит он, «соблюдай себя через сохранение заповедей». Что это значит? Это значит, что заповеди Господь даёт не для того, чтобы как-то ограничить нашу свободу, а даёт ради человеческого спасения, ради нашей пользы. И когда мы к заповедям будем подходить именно с этой точки зрения, то они станут временем лёгким, как и говорит Господь своим последователям. Всякие взявшие на себя бремя исполнения заповедей Божьих ощущают эту лёгкость. Это не значит, что легко себя ограничивать. Это значит только то, что человек понимает, что всё это ради меня конкретного. Господь именно так сказал. Другого пути к достижению моего предназначения, моего возвращения в обители Отца Небесного просто не существует. Поэтому, соблюдая заповеди Божьи, каждый верующий человек не тяготится этим, понимая, что только этим путём можно достигнуть своего спасения. И через исполнение заповедей Божьих Господь даёт ещё свою священную помощь, благодать, которая и помогает нам возродиться в новую жизнь во Христе Иисусе. Формально мы разговор о заповедях завершаем, и каждой из них мы, по сути, посвятили отдельную передачу. Но в то же время я понимаю, что мы к заповедям обязательно вернёмся в ближайших выпусках нашей программы, и это, наверное, надо воспринимать как доказательство их актуальности. Я вас благодарю за беседу. Всего доброго. Друзья, мы общались с Управляющим делами Украинской Православной Церкви, митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Пишите, звоните, мы по-прежнему ждём ваших вопросов. С вами была программа «Церковь и общество» и я, её ведущий, Александр Ворсин. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова